всем привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала smr russia всем привет дорогие друзья сегодня у нас роллы ролл у нас в честь такого небольшого события мы отмечаем отпуск дениса наступивший отпуск сегодняшнего нет завтрашнего дня вообще он вот буквально начался час назад сегодня отработал завтра уже все да я приехал домой с работы уставший а тут вот такое так сказать чудо не чудо роллы настенька приготовила для меня ну заказала это для меня то же самое что и приготовила признала разложила усадила прямо как в сказке ну что ну да вот давайте пробовать всем приятного просмотра еще настенька но приятного аппетита тебе сделала как ты любишь васаби соевым соусом ура 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 я люблю я со своих любименьких сапочкой я себе просто ничего не стала подяжись просто соевым соусом ура урочка вкусный вообще люблю роллы все в практически мы про детей тоже не забыли и заказали им тоже сет и завтра на канале и завтра в общем выйдет скоро тоже завтра завтра нужно не буду кушать вдвоем так что ждите переходите по ссылке смотрите давно они у нас вдвоем ничего не кушали тоже будут отмечать папин отпуск красота рабы крабовое мясо обожаю роллы вроде такое блюдо до рис там с рыбой скажем ну или с крабами на еще тем не менее ну вроде как бы просто да но тем не менее так все вкусно эти темпера очень оригинальные очень вкусные похрустывают тоже кушаешь здесь у нас сыр крабовое мясо эти роллы любимы не только для насти но еще и для наших деток они прям обожают вот эти роллы мне кажется самые вкусные это запеченные любые роллы они все всегда вкусные мы один же день и отмечали снимали запеченные роллы полностью были представлены все запеченные они все были божественные у нас уже настоящая осень за окном холодно ночью сейчас плюс 12 плюс 13 по ночам у нас сегодня к нам с китая приходит гость циклон тайфун даже не циклон тайфун какой сегодня ночью мчс обещает тайфун хоть и нам машину гараж поставить у него потому что там прям такой серьезный тайфун обещают прикольно потом эту машину гараж убрать на всякий случай потому что у нас иногда бывает что и еще нибудь отрывает у нас еще знаете у нас так там расположен у нас выходит с подъездами у нас прям очень сильный ветер здесь такой район у нас потому что вот у нас вот от заезда дикопольцева и до самого до идет вот этот как бы аллея ну как бы аллея конечно то есть домов нету чтобы перекрывать вот этот поток воздуха и получается вот этот прям порывы такие прям сносит с ног поэтому я что-то опасаюсь в случае надо машину гараж поставить у нас в этом году мы 1 1 1 новгод будем праздновать новой квартире зима осень все в новой квартире у нас интересного впервые какая у нас будет елка елку надо тоже новую раз новая квартира новая елка старая вообще елка настет скажу по секрету вам не нравилось прямо на постоянно зачем мы ее наряжаем она и страшная это некрасивая хочется красивую пушистинку мне нравится светлые елочки белые вот а елка с нами 10 лет даю пора заменять на какой-то более но ваш квартира на нас есть повод поменять елку сегодня все так вкусно даже не филадельфия нравится а так обычно не нравится не удивлен обычно не очень у нас даже очень любит имбирь пока я накрывала тут поляну она подошла поела имбиря просто имбирь съела дашка у нас особенный ребенок накосилась на на роллы и грудаша подожди скоро вам приедет сет она сдержалась говорит ладно потерплю немножко и тем более на гимнастику скоро уже эти наедаться не надо после гимнастики поезд уже оторвется гимнасточка наша рова она конечно очень любит дашку скоро соревнования будет написал дашка лёшка пашка но зато супчик огурчики кто там хлебушек но дашка пашка лёшка где он учитель на ласкади на своих детей до шулечка вот пашулечка алёшенька вот эти большие запеченные таки пропеченные даже на рука не удерживает их да единственно что омрачает действительно этот циклон который на несколько дней будем август отпуск и толком никуда не съездить не отдохнуть сейчас холодно уже сейчас как бы вот и дожди бы не зарядили на весь август не хотелось бы конечно дома просидеть в отпуске потерь собирался ремонтом заняться но все равно как-то хочется что-то друг на работе работаешь дома работаешь хочется отдохнуть и ну да я хотел детишек еще на природу скатать на циркультур на шашлык да наш шашлычок было бы неплохо с дошулечкой и павлушечка павличком павликом в общем ладно с павликом съездят вторым не знаю настю уговариваю она горит что как бы с алёшей как бы тяжеловато будет что у нас на природе много комаров там мошки всего-всего остального а что-то вот не ешь вот эти крайне даже не попробовала не аж какие-то сомнения начали появляться может быть я чего не знаю что-то я забыла про них сейчас попробую они так в стороночке лежат но я их не замечаю туда взгляд сфокусирован интересно друзья как вы этим летом отпуск проводите я конечно у кого-то летом вообще в отпуске есть вообще кто-нибудь куда-нибудь ездит отдыхать интересно конечно я у наших зрителей спрашиваю нас туда у нас вот у нас прям на работе вот уже кто-то вечером сегодня даже уже уезжает кто-то завтра кто-то послезавтра кстати знаете сегодня меня дошла информация у нас есть завод нефти завод в городе девочки знакомым уже я у них там работает но муж у одной девочки у нас там группа и женсовет на цапе там переписываемся и у одной из девочек муж там который работает и сказали вы издали приказ каждый не сказала что будут отстранять всех работников кто не привился от коронавируса вот и они категорически против и муж собирается увольняться с нефтезаводом говорит давно хотел уже это сделать но сейчас появился повод что прививаться он категорически отказывается там такое начальство что с ними бороться бесполезно хотя можно доказать через суд но это это очень длинная долгая история нервы дороже все это оспарить круче горяю решил вот увольняться вот так у час дела обстоят до такой степени доходится у нас тоже скоро такое предстоит я думал осенью начнется так сказать добровольно-принудительная вакцинация я по всем заводам сейчас у нас в городе начнется даже надо все поголовно как стадо прививать типи чипировать нужно сказать чем-то на типе на чипизацию смахивает уже всех под одну интересно белгейц прививается от коронавируса красавчик красавчик-то будет прививаться он же красавчик что так нет конечно же куда же он же умный человек чем ему прививать правильно как ты думаешь я думаю точно мы этого не узнаем может быть да а может быть нет а может быть они прививаются какой-нибудь другой не то чтобы другая не в любом случае другой них там своя ты же не знаешь ты знаешь что наш прививку до сих пор во всем мире не это не приняли где-то слышала что даже белгейцы разрешает своим детям пользоваться насколько это правда интернетом сетью вай фай не более это по-моему двух часов в день все остальное время дети развиваются читают книги то есть умственным трутом заняты игрульками и всякого такого непонятного вещей нужно елась еще одну съем аппарата вот эти вот ролл не очень вкусные какие не зря я их не ела первое первое время все таки они мне не очень это вот икра для какая-то называется красная рыба красная думаю но вкусно вот поэтому хорошо что я не воспользовалась почему ты не села свой любимый тебе оставил спасибо очки да это же последний и больше не буду в общем ты мне скажи лучше ты как фонируешь что вообще ну конечно хочу вообще не горю желанием ты же знаешь что на следующий год я хочу уволиться на следующий год если до нового года принудительная вот вот надо как-то до нового года это все до нового года как-то надо растянуть это дело да хотелось бы вот у меня на участке в нашем звене вот конкретно который мы занимаемся никто не перевелся никто не хочет ищет вот нас четверо никто из четверых не хочет а саша привелся он не знаю кстати я люблю как-то и не спрашивал дакстантных там всех заставляют вот этих кто там мастера конечно ну и там в первую очередь на пошли куда деваться то что дорогие друзья спасибо вам всем за просмотр и спасибо вам за ваши лайки увидимся в наших следующих пока пока встречи еще увидимся а